Исполнилось 145 лет со дня блаженной кончины архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна Доброзракова. В настоящее время собираются документы для его канонизации, а пока его память чтят за панихидой. Высыпальница Патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего собора Новочеркаска панихида. У гробницы архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна Доброзракова духовенство и жители города. Здесь же представители Кременецкого Вознесенского мужского монастыря. Того самого, где архипастр проживал последние пять лет своей жизни. Для нас спасительно, когда такие люди жили в нашей обители, они являются покровителями нашей обители. Значит, мы все время обращаемся к ним. Ну, он пока не канонизированный, конечно, хотя вот как готовится документ к канонизации, тогда уже можно будет к ним официально. Обращаться, молиться. Обитель хранит память, да, действительно, вообще почитание и среди братьев, и среди просто верующего народа, кто помнит, ну, не то что помнит, кто знал, но знает именно труды владыки Иоанна, его подвиги вообще какие он нес. Архиепископ Донской-Новочеркасский Иоанн Доброзраков принял свою кончину в конце 19 века. Но все это время почитание владыки не ослабевало. Человек, который при жизни помогал детям, ищем уходим, который заботился в свою кончину, верит, не оставит нас своим предстоятельствам и просто в загробной жизни, в небесной любви. В Кременецком монастыре владыка Иоанн Доброзраков почил и был похоронен. Останки его хранились там до 1905 года. А после освящения Новочеркасского Вознесенского кафедрального собора казаки стали посылать многочисленные заявления от духовенства и населения с просьбой перезахоронить почитаемого народом архиепископа Иоанна. Те останки, которые были препровождены из Кременецкого монастыря, они были нетленны. Они были нетленны. И облачение было нетленное, и останки нетленные. В описаниях это есть. Товарищи коммунисты все это уничтожили своими руками. Однако приходы Новочеркасского благочения продолжают искать документы, еще больше раскрывающие личность почитаемого архипасторя. Анна Глебова, Мариана Баштова и Дмитрий Никулин. Телестудия Дун Православный.